Не зря вода считается источником жизни. Человек использует до 400 литров живительной влаги в сутки, а население Москвы ежедневно потребляет 908 тысяч кубических метров жидкости, что в три раза превышает объем Ладожского озера. Поэтому обеспечение чистой водой крупных городов и отдаленных сел – одна из приоритетных задач государства. Однако действующая с 2011 года целевая программа по решению проблемы водоснабжения регионов со своей задачей пока не справляется. Реализация ФЦП «Чистая вода» напрямую не обеспечивает достижение задач госпрограммы по вводу к 2020 году 100 миллионов квадратных метров жилья, а также предоставление земельных участков, которые обеспечены бы всем комплексом коммунальных услуг и транспортной инфраструктурой, а не только водоснабжением и канализацией. Одним из приоритетов программы является создание эффективной бизнес-среды и условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения. На данный момент реализация ФЦП происходит в основном за счет средств федерального бюджета. Условия для привлечения внебюджетных средств не создаются и не определены. Реальные формы и методика привлечения внебюджетных средств, в первую очередь система долгосрочных тарифов, пока, к сожалению, не реализованы и не работают. При этом не требующаяся подготовка мероприятий ФЦП, не должный контроль за расходованием бюджетных средств государственным заказчикам не осуществляется. Планирование мероприятий по программе фактически передано субъектам Российской Федерации без какого-либо контроля и координации со стороны госзаказчика. Контрольная функция госстроя за использованием выданных в рамках ФЦП субсидий свелась к сбору отчетов субъектов без анализа результативности проведенных мероприятий. Территориальными заказчиками неоднократно допускалось нарушение требований законодательства о госзакупках и совершались недобросовестные действия по ограничению конкуренции. В частности, массу вопросов вызвала процедура проведения торгов на реконструкцию водозаборных и очистных сооружений в Семиракорском районе Ростовской области. Ознакомиться с технической частью госконтракта можно было только в индивидуальном порядке у государственных заказчиков. В результате этого указанный контракт был заключен с единственным участником без, естественно, тендерного снижения. В результате под вопросом оказалась вся система управления программой, изменением которой Минстроя России пообещали заняться немедленно. Безусловно, мы согласны здесь абсолютно с тем, что систему управления реализации ФЦП нужно менять. Мы обеспечим, утвердим систему управления по-другому для того, чтобы не допускать тех ошибок, которые были допущены ранее. Чтобы не вышло, как в старой русской поговорке, где человек начинает ценить воду не раньше, чем высохнет колодец, Минстрою предстоит в ближайшие три месяца устранить выявленные недостатки и повысить эффективность ФЦП.